где-то около месяца назад мы с вами сделали ролик ролика питался компьютер вот этот компьютер от солнечной системы минуса там было два во первых компьютер питался только компьютер питался над солнечной системы а монитор питался от обычной электросети это раз и второй минус была пасмурная погода то есть солнце у нас просветило несколько часов потом набежали тучки и так до конца теста были тучки а вот я сказал что дождемся хорошей погоды и сделаем новый тест и посмотрим сколько будет работать компьютер в течение дня подсолнечной системы но под роликом были комментарии относительно модифицированы синусоиды на самом деле модифицированы синусоиды я сам не люблю мне она не нравится хотя бы даже тем что подключаю даже паяльник начинает трещать это той модифицированные синусоиды он работает но такое чувство что он вот-вот развалится поэтому модифицированную синусоиду я не люблю я не знаю насколько сильно она влияет на устройство которых не подключаются но допустим колонки начинают хрипеть издают некий такой неприятный звук есть такие блоки питания которые с модифицированные синусоиды не дружат и конечном итоге могут выйти из строя поэтому в закромах недавно я нашел такую интересную штуку и подумал что если ее подключить к модифицированной синусоиде это же стабилизатор напряжения по моему называется на украина 2 и данный стабилизатор напряжения в принципе стабилизирует напряжение какое напряжение нестабильное напряжение то есть если напряжение у нас будет нестабильное то данный стабилизатор по идее должен его улучшить я думаю что если подключить его к неправильной синусоиде возможно он сделает правильную синусоиду конечно проверить я это не смогу почему потому что у меня нету осциллографа которому можно было бы подключить данный стабилизатор и на самой осциллограмме или как это правильно назвать, увидеть правильную синусоиду, либо неправильную синусоиду. В конечном итоге, я думаю, что у меня как-то рано или поздно появится осциллограф, потому что вещь в принципе необходимая, и я вам покажу. Но сегодня мы с вами просто посмотрим, изменится что-то при подключении стабилизатора напряжения к модифицированному источнику питания, точнее к источнику питания с модифицированной синусоидой. Я думаю, так будет более правильно. Или не изменилось. Как бы вам это протестировать более правильно, я пока не знаю. У меня есть несколько идей, но я думаю, что мы их попробуем реализовать. Вот такой вот он. Называется Украина-2 стабилизатор напряжения 315. 315 это мощность, которую он может стабилизировать. Цена 35 рублей. В нем был оторван шнур. Я нашел шнур, подпаял. Кстати, вот ГОСТ. Смотрите, ГОСТ 1469675. У меня несколько было стабилизаторов. Один был такой белый, с кнопочкой, по-моему, и с лампочкой. Но он, наверное, еще где-то есть, хотя, может быть, уже его и нет, я не знаю. Ну, давайте его разберем, посмотрим, как он выглядит внутри. А потом мы его попробуем поподключать. Никаких супер-пупер-тестов мы с ним сделать не сможем. Почему? Потому что у меня не хватает для этого всего оборудования. Даже ватт-метра на 220 вольт у меня нету, чтобы можно было протестировать, выдержит ли он 300 ватт или не выдержит. Но, тем не менее, я думаю, что для питания нашего компьютера в условиях солнечной погоды, для того, чтобы его сохранить, блок питания, я думаю, хуже он нам явно не сделает. Единственное, конечно, что не прикольно, это то, что он очень шумный. Я его уже немножко немножечко так протер, потому что он весь был пыльный. Вот у нас тут бублик. Вот, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, то гудят вот эти вот штучки. И, в принципе, засовываю сюда что-нибудь очень-очень плотно или кто-то заливает это эпоксидкой и они перестают гудеть. Ну, я думаю, что залить эпоксидкой я их всегда успею. А вот что-нибудь засунуть между ними такое вот деревяшки засунуты. Я он уже пластик засунул. Надо еще что-то засунуть. Я думаю, что это будет получше. Чем мне понравился этот приборчик, скажем так, тем, что он прост. Ничего такого сложного нет. Тут просто катушки. И, по идее, на первый взгляд, кажется, что ломаться так вам не видно. Я тут откручиваю шурупчик. Ломаться, на первый взгляд, тут вообще нечему. Кстати, здесь любезно про запас лежит предохранитель. Вот один стоит. Один сюда положили. Сюда можно два положить предохранителя. Сейчас я его достану. Дальше. Дальше, дальше, дальше. О, дальше все вынимается. Сейчас мы с вами это все аккуратненько перевернем. Вот. И тут у нас ничего не держит. Мне, кстати, нравится, когда нет никаких ни заклепок, ничего. здесь уже он опять запылился. Так. Вот. Сейчас я вам с этой стороны его покажу. Немножко он поржавел, потому что он долго-долго был на балконе. Ну, все подпаяно. Он бублик с этой стороны. вот здесь я не знаю, это не я ставил, это было. Видно, какая-то лампочка была или что-то такое, или кнопочка какая-то была. Конденсатор. 6, 16 микрофарад. 250 вольт. 16 микрофарад. Вот сюда я засунул уже эти... Так вот сделал. Засунул пластик. Вот. В надежде, что он поможет и они гудеть не будут. Тут кто-то до меня засунул деревяшки. Добавил сюда пластик вместо деревяшки и тут поглубже загнал. Что касается этого пластика, это пластик называется VECO PLAN SF, кому интересно. И он не поддерживает горение. То есть, в случае возгорания данный пластик тухнет он выделяет какой-то газ, который при горении тушит огонь. Это так к слову. у меня вот здесь две розетки. вот одна черная, а вторая вот красная. Вот это у меня идет обычная горсеть, а вот это у меня идет автоинвертор. Вот это у нас обычная. Вот так вот. Слышите, да, как работает? горсеть. Вот так вот. Если его поднять, вот так он работает. В принципе, вполне терпимо. Воткнули. Дальше. Так видно. Я думаю, что все видно. и проверяем. 220 вольт. 223. Так, если не на столе. Сейчас я попробую что-то подложить такое мягенькое. О, это видите, уже немножко сглаживает. Так, 224 вольта. Теперь я просто перетыкаю, перетыкаю вот этот вот 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 эту вилку. Вот это модифицированный. Слышите разницу, да? Модифицированный синусоид. то есть слышно разницу. В звуке даже слышно разницу. Вот это стандартное. Это модифицированное. Давайте так. Стандартное. Модифицированное. Стандартное. Скачок до 296 вольт видели. Модифицированное. Стандартное. Сейчас мы с вами сделаем один тест. У меня при модифицированной синусоиде, я постараюсь вам это показать, паяльник тоже издает неприятный звук. И мы возьмем, я покажу вам этот звук, который издает паяльник, и мы потом подключим через модифицированную синусоиду к вот этому стабилизатору напряжения. Если паяльник не будет издавать этот звук, то тогда стабилизатор реально помогает. Но так как эта штука у нас громкая, поэтому мы ее подключим, а сам удлинитель унесем далеко в другую комнату, чтобы просто этот звук не перебивал звук паяльника, потому что паяльник звучит, но очень-очень негромко. Сейчас я постараюсь это вам показать. Вот. Это я включил модифицированную синусоиду. Но его, наверное, не слышно. Модифицированная. Обычная. Модифицированная. Обычная. Модифицированная. Ну, то есть, я думаю, слышно разницу. Это модифицированная. Надеюсь, слышно. вот так вот подключил. То есть, это подключено к стабилизатору. И здесь, в принципе, ничего не слышно. То есть, ничего не слышно. Как будто к обычной сети подключен паяльник. Он, естественно, греется, работает. И звука никакого нет. У нас, скорее всего, звук слышно от самого стабилизатора. Я его там накрыл, чтобы он там как можно тише работал. Но никакого звука я не слышу. Ни ушами, ни на камеру. Но все, будем тестировать Мишкин компьютер через стабилизатор. Смотрите, что нашел. Когда-то очень ценил я этот журнал. Я его даже покупал. Называется Потребитель. Я даже не знаю, сейчас есть такое или нет. Это 2003 год. Сейчас мы его используем как листики. Стретики такие были ноутбуки модные. Тут даже цены написаны. Смотрите, 1660 долларов. Вот такая модификация. Pentium 4 256 мегабайт оперативка. Видео. Так, потрусь ссылки. Секунду. 16 бит звук. Win 40 гигабайт. Вы, наверное, забыли о таких ценах. Но такие слабенькие ноутбуки. 1660 долларов. Вот допустим Pentium 4 2.4 А Tirodon 9000 но это кстати еще не четок. Цена 1800 долларов 1900 Видите? Вон какие тут. 36 гигагерца 2495 долларов. Мониторы. Мне очень нравился этот журнал. У меня только недавно появился компьютер. Вон тут всякие эти мыльники. И он очень-очень подробно расписывал всякие штучки. в этом был его огромный плюс. Тут были тесты всякие. Я даже не знаю сейчас есть такое или нету. Скорее всего что нету. все в интернете. прикольно.